Здравствуйте! Мы продолжаем свою работу на площадке Астана Finance Days. Сейчас к нам присоединяется очередной гость в нашу мобильную студию. Это Ернар Рысмагамбетов, заместитель и председатель управления администрации МФЦА. Говорить мы будем о новых трендах в образовании и в целом о развитии человеческого капитала. Эта тема становится все более актуальной и также обсуждается очень широко здесь в рамках Астана Finance Days. Здравствуйте, Ернар. Очень рада приветствовать вас сегодня здесь. Скажите, вот вчера, если я не ошибаюсь, прошел первый международный AdTech форум в рамках Астана Finance Days. Мне интересно, что обсуждалось, может быть, какие-то конкретные были даны идеи, проекты, главные инсайты, что было? И почему это важно? Действительно, вчера прошел первый международный AdTech форум на базе Бюро непрерывно-профессионального развития в рамках Астана Finance Days. Основная идея AdTech форума была подчеркнуть новый тренд в образовании, который сейчас становится очень глобальным, очень мощным, прогрессивным и является движком для перемен в сфере образования. Мы поднимали очень актуальные темы, как вообще выглядит, наверное, образование будущего, школы будущего, профессиональные навыки, какие навыки нужны, какие технологии могут помочь дать более демократический доступ к образованию, каким люди видят будущие университеты, профессиональные тренинговые центры и так далее. То есть очень много было интересных спикеров за рубежа, почти со всего мира. Одним из, наверное, хитом был Куами, который является соучредителем школы 42, это школа по программированию без учителей, который сейчас создал новую школу The Hive. И школа является такой для программирования, и в ней нет учителей. То есть дети, играясь в игру, геймификация, учатся, как программировать. Вот мне интересно, вот эти все тренды мы обсуждаем, мы приглашаем экспертов, а вот как это может быть использовано здесь, на нашем казахстанском рынке, в нашей сфере образования? Вот как раз мы сделали, на самом деле, эту тему мы начали заниматься с начала года. Мы вообще хотели посмотреть, какие вообще компании на рынке Казахстана вообще существуют. Мы как бы слышали про стартапы Кундулек и так далее, мы думали, их 5-10 компаний. На самом деле мы были очень удивлены, что в Казахстане более 100 компаний, которые занимаются образовательными технологиями, они занимаются на самом деле разными вещами, полезными вещами. Некоторые, допустим, предлагают онлайн образование, некоторые предлагают, допустим, подборку вакансий, некоторые, допустим, как бы анонсируют про различные интегранты и талли-талли. И мы сделали конкурс среди этих 100 компаний. Победители 20 компаний мы выставили во время ЭТЭК-аллеи, что... А это была выставка, да? Да, да. Ну, то есть вместе с ЭТЭК-форумом была выставка этих 20 компаний. Они смогли показать, наверное, всему образовательному сообществу, всем университетам и всем игрокам образовательного рынка свои решения, свои решения, как они решают определенную задачу. И очень интересно подмечить, что к концу дня три проекта получили приглашение с Астанахаб, как бы, чтобы подать заявку, стать резидентом Астанахаб. А три проекта получили от глобального форума ЭТЭК-израиль приглашение показать эти решения у себя, как бы, в следующем году на международном форуме. То есть, как бы, на самом деле, очень приятно сказать, что, на самом деле, ЭТЭК-рынок у нас как раз есть, есть очень интересные компании. И мы очень рады, что они сейчас двигаются не только на локальном уровне или на оригинальном уровне. То есть, что дальше? Какой будет следующий шаг? То есть, вот они показали, они узнали, да, вот они стали участниками Астана Хаб, например, да, или выиграли какие-то гранты. Вот дальше, как это будет у вас? На самом деле, мы сейчас вот будем с ними делать исследования. У них очень интересные решения, но у них очень маленький охват. То есть, они, на самом деле, мало присутствуют на образовательном рынке, и мы хотим им помочь увеличить этот охват. Увеличить этот охват можно двумя способами. Это либо найти инвестора, это поехать, допустим, на международную конференцию и найти инвестора, который инвестирует в такие стартапы. Второе, мы хотим с ними, допустим, доработать их продукты, услуги, сделать их коммерчески приемлемыми и, как бы, замкнуть их на рынок, чтобы вместе с тем, вместе с ЭТЭК-форумом у нас, допустим, проходил HR-кэмп, где присутствовали 150 передовых HR-директоров Казахстана. То есть, на самом деле, мы хотели как раз-таки вот эту взаимосвязь выстроить, чтобы этой компанией смогли показать ключевым топовым HR в нашей стране свои решения, ключевым университетам нашей страны свои решения. То есть, этим самым мы хотим, чтобы они... Интересно. То есть, вот наши университеты, наши учебные заведения... Было очень интересно. Было очень интересно. На самом деле, университеты и большие компании готовы, но они хотят, чтобы, допустим, как и любой человек, они не хотят, чтобы на них экспериментировали. То есть, вот эта идея, что стартапы, это такая экспериментальная площадка, до сих пор это есть. Мы хотели это развеять. Мы показали вот эти 20 компаний, которые называются стартапами, но уже оперируют 2-3 года на рынке, уже представляют качественные услуги. И мы хотели показать, что они уже переросли, этот этап стартапа, и готовы работать с большими корпорациями над решениями сложных задач. Можете называть название, может быть, или концепцию каких-то проектов? Ну, допустим, очень заинтересовал всех проект Талантис по подбору персонала. Допустим, если вы знаете, когда компания проводит интервью, я сам в прошлом году был HR-ом, то каждый день, допустим, 10 человек встречается по полчаса, по часу, и это отнимает очень много времени. Они построили платформу, где интервью проходит онлайн и без компании. То есть, заранее записываются видео вопросы, человек подключается к платформе, и как будто бы я там задаю этому человеку вопросы, он на них отвечает, это все записывается. Удобно, да? Да, очень удобно. И в конце я могу также задать ему вопросы. То есть, про, допустим, компанию, про навыки. То есть, этим самым это позволяет мне на 80% сократить мое время для подбора персонала. Вот что вы сказали, да, очень важно тоже найти инвестора, чтобы дальше масштабировать уже этот проект. Скажите, есть ли сложности с оценкой таких проектов, и как вы их оцениваете? Это, кстати, очень актуальная проблема. В конце ЭТЭК-форума нас попросили этой осенью организовать еще один семинар по оценке именно стартап-проектов. Мы уже договорились с партнерами, и, скорее всего, ближайшую осенью проведем такой воркшоп, как вообще оцениваются ЭТЭК-стартапы. Не только ЭТЭК, но и все технологические стартапы. Но, на самом деле, многие стартап-проекты хотели инвесторов. На самом деле мы и с ними, поработав, объяснили, что они еще не готовы к инвестору. То есть инвестор – это не только взять деньги и дать долю. И многие стартапы, они очень амбициозны, и они очень высоко себя оценивают. Поэтому мы им говорим, что на самом деле вам сейчас нужен не инвестор, вам сейчас нужен проект. Проект, контракт, работа, какая-то задача, которую вы можете свою идею протестировать, ее как бы доделать. А потом уже, когда вы уже выйдете на рынок, когда у вас уже будут появляться какие-то денежные потоки, тогда вы можете уже идти к инвестору и говорить, я делаю вот так вот, своими деньгами будем делать вот так вот. Потому что многие стартапы, они еще на самом деле не готовы к инвесторам. И на самом деле мы их смогли многих переводить. А где вот они могут, получается, связаться с потенциальными проектами или заказчиками? Вот какова роль именно площадки МФЦА и Астана Хаба в этом? Ну вот, как раз таки и Астана Хаб, и Бюро непрерывного персонального развития являются площадками для таких вещей. И вот эти проекты, которые мы отобрали, мы с ними будем индивидуально работать, как игрок на рынке. То есть мы тоже пользуемся этими услугами. Мы им будем помогать, наверное, дорабатывать их продукты. Потому что у них есть одна идея, что рынок хочет, на самом деле, а это как бы одно. А на самом деле, что рынок хочет, это совсем другое. Поэтому мы им говорим, что вы можете строить интересные проекты, но надо делать решения для рынка. Поэтому эта займа связь очень важна. И мы, как сами игроки на рынке, как бы им помогаем, включая Астана Хаб, это менторские сессии, т.д. Но мы дальше будем их собирать. В зависимости от каких решений, какие компании они таргетируют, мы уже будем организовывать им встречу и дальше их продвигать. Вот так же состоялось вчера, насколько я знаю, официальное открытие Бюро непрерывного профессионального развития. Вы уже упоминали несколько раз в речи. Скажите, чем занимается это бюро, на что будет ориентирована работа? И, может быть, какие-то уже проекты, программы были реализованы? Если можно поделиться. Да, мы, знаете, очень рады, что вчера наконец состоялось официальное открытие Бюро непрерывного профессионального развития. На самом деле, мы два года уже на рынке работаем. За два года мы переобучили более 2000 специалистов. По 10 направлениям мы занимаемся международными сертификациями, то есть тренингами для получения международных сертификаций, таких как CFA, ACC, FRM. То есть в мире есть определенные стандарты по профессиям, по риск-менеджменту, по бухучету, аудитории, т.д. Мы за два года переобучили 2000 специалистов. Кроме этого, по тематике МФЦА, по зеленым финансам, по финтеку, по исламским финансам, по рынкам капитала, мы за последние два года провели более 150 воркшопов и семинаров, которые посетили, наверное, более 8000 посетителей. Но основная цель, основная цель, это бюро, это формирование кадрового резерва. То есть за два года мы сформировали кадр резерв, который превысил 8600 человек. Это те, кто у нас занимался, учился, получал международную сертификацию, приходил на воркшопы. То есть мы создали, сформировали кадровый резерв специалистов молодых для финансового сектора. В основном мы сейчас этот кадровый резерв направляем в сторону участников МФЦА. Основная идея два года назад была сформировать кадровый резерв, потому что первый вопрос, который спрашивают компании, когда приходят и регистрируют МФЦА, это есть ли у вас люди. Если посмотреть на финансовый рынок, это очень человекоинтенсивная деятельность. То есть в конце концов там стоят люди, банкиры, управляющие, трейдеры и т.д. Это очень впечатляющие результаты. Да, поэтому мы создали. Но знаете, мы, честно говоря, были все время два года заняты этой деятельностью и забыли, что у нас не стоялось открытие. И на самом деле команда попросила, как будто мы в техническом режиме работаем, как у нас принято в традиции, это салгесер. Давайте хоть уже сделаем салгесер. А теперь что дальше? Да, теперь что дальше? Что дальше? Теперь мы будем масштабироваться. Мы в основном концентрировались на городе Нур-Султан. В основном наши ученики здесь. У нас в этом году мы открыли филиал в Амате. Мы хотим активизировать деятельность в Амате. Есть очень много регионов, специалистов из регионов, которые приезжают на наши уроки. К примеру, в прошлом году один парень из Караганды каждый выходной приезжал на наши уроки в течение полгода. В этом году девушка искусная приезжает каждый выходной на наши уроки уже в течение двух-трех месяцев. Поэтому как раз-таки использовать эти технологии, использовать эти стартапы, мы хотим масштабироваться. Мы хотим, чтобы наши знания, которые мы даем, были доступны во всех регионах Казахстана. В этом плане мы еще устанавливаем партнерские соглашения с вузами. То есть мы, вузы, ЭТЭК-проекты хотим вместе, совместно сделать такой, знаете, онлайн-университет будущего. Да, это уже отдельная образовательная площадка. Да, где, допустим, сидя в Семипалатинске или в Караганде, или в городе Жасказган, если вы, допустим, бухгалтер, вы можете брать наши уроки, прокачиваться, прогрессировать. И самые передовые, наверное, мы хотим стать таким каналом самых передовых знаний в области финансов. Для финансистов, бухгалтеров, HR-ов, у нас есть программы по проектному менеджменту, риск-менеджменту. И в целом мы сейчас готовим разные программы по лидерству, по лидерству и по менеджменту. В принципе, вот это наша целевая аудитория. Спасибо, Ярнура, было очень информативно. Я желаю вам успехов в дальнейшей вашей деятельности. Я напомню, что с нами в мобильной студии был Ярнура Расмагамбетов, заместитель председателя правления администрации МФЦА. Мы обсуждали развитие человеческого капитала и новых трендов в образовании, которые обсуждались здесь в рамках Астана Finance Days также. Мы продолжим свою работу на площадке МФЦА. Следите за новостями и оставайтесь в курсе всех событий.